Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я даю комментарии по просьбе очень многих людей на выступления разных людей, но большей частью на Александра Невзорова. Это будет у нас 24-й, у него называются «Уроки атеизма», а у меня называется «Во свете Библии открытым оком». Я его не критикую, я просто хочу показать, где он говорит хорошо и правильно, а где говорит лживо, по-бесовски, хитро, рассчитывая на совершенно ничего не понимающих и не знающих. Здесь как бы не к нему, а оригинальное поздравление с 8 марта. Очень интересно. Я сегодня все материалы подготовил, и хочу просто дать задуматься. Спрашивает, а откуда это 8 марта, а что оно означает, не замена ли это дня Жон Мироносец. И вот люди поздравляют, и надо ли поздравлять. У меня все это описано в моих книгах. И поэтому взять, просто прочитать, но это не каждому возможно, поэтому я выступлю и расскажу. Марка 8, 38. Господь говорит, «Ибо кто постыдится Меня, Моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего со святыми ангелами». Этот мир называется прелюбодейный и грешный. Таким он был во времена Христа, и таким он будет до его пришествия, до последнего поворота Земли, до последнего вздоха последнего человека. Мир прелюбодейный, развратный и грешный. И таких он охотит в себе служителей. Серахов, 26-27. Но это я беру по поисковику Тимофея Ха, вьетнамца, который составил его. А в русско-синодальной Библии, вот в этой, здесь 26 глава, 27 стих. Когда я буду Серахова называть, вы знаете, на одну главу раньше брать надо. От жены начало греха, и через нее все мы умираем. Женщина, родоначальница греха и смерти. Ян Затавус говорит так, чтобы погубить человека, дьявол взял трезубец. Трезубец, ну как вилы, трезубцом бьет. Трезубец, дева, древо и смерть. Дева Ева, древо познания добра и зла и смерть Адама. В Адаме все умирают. Христос вырвал этот у него трезубец и ударил дьявола в голову. Будешь поражать его в голову. Дева, Мария, преблагословенная преснодева Богородица. Древо, крестная на Голгофе, ибо он умер за всех. И крови Христа его мы спасаемся. Как пишет в послании к Колоссянам святой апостол Павел. И смерть Христа во Христе все оживут. Так сказал Иоанн Златоуст. Такое толкование. Я на женский день, как бы посвятили, это женским днем, его назвала Организация Дневных Наций. Я потом дам небольшую историческую справку. Стоило ли его делать, и почему не отмечают, и почему именно 8 марта, а не другое. У меня таких толкований может быть не один десяток. Но есть одно такое толкование, которое нигде не печатают. Его говорят на ухо, и тогда хохочут целый день. Это умышленно избранный. И в течение года только один день такой, который попадает под такой бессовестный цинизм, направленный против женщин. И когда человеку рассказываешь, кто-то, ну говорить нельзя, просто на рисунке показать. Нарисуйте восьмерку, восьмерку, восьмое число. И в март, ну три, то есть одна пишется там по-арабски, а другая там просто изображается как. И посмотрите, что с небольшими добавками. Это что, умышленно? Да, умышленно сделано для постромления женщины. Ничего здесь другого не могло быть. Избрание этого дня, в какой день? Он произвольно взятый. Ничего в этом дне не было, Клара, Цеткин. Но она могла взять 10 апреля. Но тогда ничего из этого не будет. Мы весь с 365 дней перебрали. Нигде нельзя столько цинизма заложить. А сегодня все, врачи все говорят, не в один день нет такого количества потерявших девственность и измены в семьях, как на 8 марта. Это день разврата. День гнусной похоти, когда разрешается все. Почему его не празднуют в мусульманских странах? Почему он не справляет еврея, а он не свой пурим? Они и сферю отмечают спасительницу рода еврейского. И мусульмане никогда не будут, потому что за то, что русские делают, у них лишают человека жизни. Вы будете поздравлять своих знакомых, близких с развратом и с радоначальницей смерти. А что нужно делать? Да ничего, помолиться, как мы. Мы так делаем. Усиленная молитва о женщинах в этот день. А вы на наших женщин посмотрите, где вот на наших роликах. Какие красавицы. Екклесиаса 7, 26. И нашел я, что горше смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы, добрый перед Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. В колоссе нам 2, 8. Смотрите, братья, чтобы кто не улег вас в философии, пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. Не было такого праздника. Почему они отмечают праздник в честь Прескилла? Есть такие святые, Акилла и Прескилла. Почему они в честь Юнии, Андроник и Юния, друзья Павла? Есть Киприяна, Устина. Почему день ее не отмечают? Так это события были, когда душа на небо взошла. Яков 4, 4. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Кто этот праздник отмечает, это враги Божии. Мир прелюбодейный и грешный. И Бог называет людей, которые дружат с миром, с его праздником, прелюбодеи. То есть это, как понимать, патриарх Алексей Второй поздравляет женским днем. У меня помещен его материал. С прелюбодеиным и грешным праздником поздравляет прелюбодеиный и грешный мир. То есть узаканивает каноническую проституцию, получается. Это вообще не. От Небзорова можно это ждать. Но это патриарх говорит. Поэтому я не согласен с этим. Колосино 2.20. Итак, если вы со Христом умерли до стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановления таких? Для чего? Кому он нужен? Но оказалось, что одного дня разврата не хватает. Еще Татьянин день. Но это для студентов больше. Для студентов. Да еще и Валентина придумали. Ну а как по-другому-то? Вот этот тройственный союз и довел до того, что сегодня заканчивает 8 класс, уже трудно найти, которая девственница. Считается, что она уже никому не нужна. Меня следователь, который вел мое дело, уже я сижу в тюрьме, он мне разговаривает. Вот сегодня в Рубцовске там дело передано, о котором нигде не написано ни у одного писателя. Одна девушка с ними не принимает участия. И она девица, воспитывается в благородной семье. Девчонки ее захватывают и тащат в подвал. А договорились с ребятами. И они теперь держат ее за ноги и за руки раздев. А ребята ее насилуют по очереди. А девки держат. Это не взорву. Это плоды безбожия. А возможно, чтобы делали это верующие. Но это сами теперь решите. Помыслить нельзя. А другое затащили наверх. Там в седьмой этаж. А потом стали мочиться на нее. И она оттуда бросилась, разбилась. Это кто? Это все те, кто слушает школу неверия невзорова. Хотя к нему и не относятся. Но это именно такие они должны быть. Ведь вы проповедуете теорию низшей фактически-то. Верующие слабые, не могут сдачи дать. А вы травите их на верующих. Но этот меч обратится против вас. Сеющий ветер пожнет бурю. Так а что верующий не обороняется? Я не обороняюсь. Когда я Бога не знал еще со школьных лет. Отец рассказывал, как раскулачивали людей. Я ребенок пятилетий. Я решил, я им отомщу. И готовился стать террористом. Ружья разные везде у меня, патроны. Записался в секс бокса, когда учился в стрельбе. Бог меня остановил, как савл, направил другим путем. Теперь тебя будут убивать. Ты будешь страдать. На тебе будут все пахать. Мне приходилось неоднократно быть при смерти. Когда дрались на ножах, а я в середку влетал и растаскивал их. И какие эти люди потом были благодарны. А то Господь делает так. Поздравляю с днем 8 марта. Говорит, как это так? Выходит, что патриарх делается разносчиком заразы, цинизма в отношении женщины. Это просто штучки, как говорит один из героев фильма «12» у Михалкова Никиты. Все это еврейские штучки. Кто это придумывает праздники, кто ведет туда и куда. Заложен ли смысл некой сакральности относительно даты празднования в честь женщины? А вот я вам сейчас и поясню. Мы сидим в камере. В это время Мамонтовский район, это наш район, где наша деревня Потеряевка, там накрывает волна арестов. Главный рыбак Алтая, там жил Север Владимир Митрофанович, у него там космонавт Гречка, Титов, это Алтайский уже здесь, все там первые стекротеи Крайкома партии, все у него там, главный рыбак Алтая. У него хватка такая, что любой капиталист позавидует. Он все земли поднимает, там у него холодильники идут из севера и с юга, и везде, отовсюду. Я сижу с ним в камере. Я ничему не могу от него научиться. Но вот подсаживает второго, преподаватель второй группы космонавтов, Лозин Анатолий Максимович. И он говорит, а вы знаете, что означает фамилия Горбачев? Ну она пишется не через Е, а через Е. Вы сами себе запишите. Когда он сказал, я не сторонник мистики, но я по неволе задумался. Вот допустим, ну, моя фамилия Лапкин. Вот теперь нужно, чтобы на улице, не в одном доме, а на улице, все по разным работам работают, но чтобы сосед один был, какой-нибудь Андропов, Даши П. Пантелеймонов, К. Козлов, И. Там Иванов, И. Н. Никитин. Не сделать никогда. А если это умышленно не делать? И вдруг избирает первых лиц государства, секретарей коммунистической партии, генеральных. И именно в этом порядке, в котором они пойдут. И они, все эти буквы, должны быть вмонтированы в фамилию того, кто разрушит конгломерат этот. Я говорю о фамилии Горбачев. Начиная с буквы Б. Б. Брежнев умирает. За ним А. Горба. Андропов. Дальше редкая фамилия на букву Ч. Очень мало. Черненко. Это он. И четвертый. За ним придет Ельцин. Его не писали через ЙО. Как это может быть? Да это просто знаковая была фамилия. От один из самых выдающихся людей на планете Горбачев. Горбачев, который сумел обмануть 18 миллионов преступников-коммунистов. И разрушил эту империю зла. Хотя мне сейчас, ну так я думаю, лучше было бы в Советском Союзе, чтобы такие порядки, как у нас, чтобы не было границ. Я мог ехать на Балтику, проповедовать, на юг, в любую республику. А сейчас только из-за этого мне потруднее стало. 8 марта. Это специально подобранный масонами день разврата и унижения женщин. Это день разврата, срама и цинизма, учиненный масонами на погибель душ униженных и оскорбленных женщин. Премудрость Соломона 14.16. Потом, утвердившийся временем этот нечестивый обычай, соблюдаем был как закон. И по повелениям властителей извояние почитаемо было как божество. Вот этот праздник, постепенно он вошел в обиход, и его теперь отмечают. С чем отмечают? Женщина, участь ее изменилась? Изменилась? Нет. Я когда вернулся из Америки, много там ездил, проповедовал, приходилось быть, то меня здесь спрашивали в редакции, скажите, а вот что скажете для наших женщин? Это 92-й год, август месяц. Я говорю, просто я радуюсь, что вы ничего не знаете про то, как там люди живут. Думаете, что живете нормально? Вот это могу сказать. Лучше бы кое-что не знать. Что с нами здесь сделали? В этом советском раю. 1 Тимофею 1.7 Желая быть законно учителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Вот 1 мая, это уже многие говорят, что назначают? Ну это Вальпургевая ночь, демоническая, особый праздник дьявола. Именно на этот день это назначают. Они во всем подражают верующим, безбожникам, коммунистам. У этих мощи стража у дверей, мавзолей, стража, но там Христос 3 дня пробыл. Здесь 70 лет, и никто не воскресает. Ничего этого нет. Там день победы, воскресенье Христова, здесь день победы 9. То есть, посмотришь, аналог полный, совпадение. Но ничего этого нет, это одна насмешка. Я стал смотреть, чтобы ответить на вопрос, что и как 8 марта, это число само, что означает. Вот родился царь Николай, и день рождения падает на день памяти праведного многострадального Иова. И он, царь Николай, знал это, что его ждут страдания. Так он родился спустя 3600 лет после того праведника. Неважно. Я сегодня пересмотрел жития всех святых, какие были, ну вот, на 8 марта. По старому, это 16 февраля. Один только знаменитый там был, это поликарп епископ Смирнский, погибший от рук отриста безбожников в 167 году. В 1910 году решением социалистического интернационала Копенгаген день 8 марта был объявлен Международным женским днём. То есть, это чисто массонская дата. Второе, езра 4.22. Многие сошли с ума из-за женщин и сделали с рабами через них. Что будете праздновать? Рабы. Дальше. 27 стих. Многие погибли и избили с пути и согрешили через женщин. Неправедно вино, неправеден царь, неправедны женщины. И 38-й. А истина пребывает и остаётся сильной вовек. Кто хочет больше узнать об отношении женщин и об отношении к ним? Ну, я скажу о книге, которую священники очень не любят. За что они не любят, не знаю. Я говорю о книге. Ну, книга, она небольшая, это рассказ. Крейсер соната Льва Николаевича Толстого. Она экранизирована, Олег Янковский играет превосходно. Там только послесловие поганое. Его не надо совсем. Но вот кто хочет узнать отношения полов, семейное отношение, ревность, лучший крейсер сонат Льва Толстого в мировой литературе нет. Я слишком и слишком много читал. Нигде подобного нет рассуждения. Господь благ, что продляет нашу жизнь и дает возможность сегодня задуматься об этом. Поэтому будете вы поздравлять женщин, хотя бы объясните, с чем вы поздравляете, какое отношение они имеют именно к этому 8 марта. Повторяю, сначала на бумаге себе нарисуйте восьмерку и поставьте здесь рядом три палочки и надейте подобное что-то еще. более гнусного намека здесь ничего нету. И когда слышишь, как вот несет какой-то сакральный смысл фамилия Горбачева, так и здесь. Он непровержимый, потому что он один день такой во всем году и настолько зримо и ясно говорится для унижения и оскорбления женщины. А как к ней относиться? Ну как к вторичному? То, что создано. Вы говорите, неизвестно, кто первый мужчина возник. Известно, мужчина. Кто? Ей сой или курица? Курица. Сначала курица закудахтала, а потом снесла. А откуда, знаете, первые стихи первой главы книги бытия? И полетели птицы. Верующий все знает. Неверующий ничего не знает. Верующий верит в то, что недоказуемо, что Бог. Неверующий верит в то, что недоказуемо, что Бога нет. И что само по себе. То есть у него сразу миллиарды вопросов неотвеченных. У верующих с принятием Бога все миллиарды вопросов разрешились. Так сделал Бог. как маленький вроде рассказа, анекдоты рассказывает. Ехали дорогой, ну и в купе разговаривались. И сидит мусульманин и поднял руки и по слову помолился. А тут сидит рядом комсомолец, его задело это. И он нетерпеливый такой был. Так же он, видимо, скосился, вот как у Невзорова. Он такие строят неприятные мины, когда говорит о Верующем. Что ты делаешь? Кому ты молишься? Это никого нет. Как нет? А кто сотворил? Кто сотворил? Да само! Ну а как это само? Ну вот сейчас тряпку на мочу пойду водой. Нам сколько ехать-то? Ну едут они с Хабаровска в Москву. И тряпку брошь. Она будет лежать здесь. До Москвы доедем и там будут уже насекомые. Ай, нехорошо, говоришь. Взял Божий тряпка. Божья вода полил, Божий букашка вылез. Господу нашему слава вовеки. Аллилуйя. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры